добрый день с вами аналитик трейдер кирианца владимир и клуб трейдеров картель как всегда по понедельникам мы проводим новостной джайвиз мы конечно посмотрим календарь и обратим внимание какие же события у нас будут на этой неделе их прокомментируем я бы хотел пробежаться по основным событиям которые вообще у нас мире и первое событие это конечно вторая волна коронавируса я подобрал такую подборку на 24 число и как видите довольно такая серьезная ситуация если такой вывод сделать не на никакой войны если вот действительно какой-то вирус настолько садит экономику стран в сша мы видим очень сильная картина это порядка около 9 миллионов смертельных случаев почти 230 тысяч но вот выздоровевших всего тоже прилично я хочу сказать но 5 миллионов выздоровевших а индия второе место и бразилия и россия 4 что хочу сказать действительно серьезная ситуация надо отнесется очень серьезно многие страны перешли снова на карантин это очень важно это конечно сказывается и на экономике стран и соответственно скажется на валюте так мы торгуем на валютном на фондовом рынком и это все сказывается а следующее событие на которые бы я обратил внимание конечно у нас 3 ноября это выборы сша ну и что хочу сказать по выборам да многие аналитики говорят о том что действительно байден впереди мы это видим мы видим что байден опережает трампа а мы все может быть и клинтон тоже опережала трампа в итоге вышел на белом коне трамп вот хотя вот хочу сказать что до байден 51 43 это довольно прилично 8 процентов кто же будет следующий президент посмотрим 3 числа день выборов остается уже немного в данной ситуации идет борьба идет прайминств идет борьба каждый льет на грязь на каждого президента у них так проходят выборы а что нам это дает но многие говорят что если байден войдет белый дом то будет давление на американский доллар то я с ним согласен и принципе что мы можем увидеть для его экономики нужен недорогой американский доллар чтобы можно было развивать экономику соответственно будут какие-то приведены меры финансовые все это будет поддержка вот и в данной ситуации действительно все ждут результатов возможно будут какие-то флэтовые ситуации сейчас непонятная ситуация перед выборами так что где-то будет такая но одно из событий которое серьезно я уже об этом говорил это конечно разногласия с великобритании никак не могут решить как же все-таки выйти великобритании питания не подписывает договор о соглашении и идет борьба тут же подсоединяются партнеры каждый говорит свое мнение сам президент франции эммануэль марконг все-таки видит и продолжает течение двух недель том же духе и все-таки видит что будет какая-то договоренность с великобританией ну и ряд вопросов которые нужно уладить по ирландии это что касается рыболовных споров на равных условиях ну вот пока вот такая ситуация ну что хочу обратить внимание вот довольно интересная ситуация я специально открыл график биткоина не обратите внимание по биткоину почему мне интересен я вообще никогда не торгую bitcoin раньше торговал когда он действительно был довольно низко пробовал даже покупать bitcoin но потом как бы отказался зря конечно довольно здесь с 3000 он поднялся до 20 это очень серьезная серьезно это что мы сейчас видим мы видим довольно серьезно bitcoin работает и может быть надо обратить внимание но на конечно надо было обращать внимание когда он ставил 3 700 до был такая идея ложится bitcoin положился довольно хорошо заработали обратите внимание мы с трех поднялись фактически до 13 это очень прилично сейчас видно что идет восходящий тренд видно хорошо цена держит уровне то есть прекрасно и посоветую обратить внимание на bitcoin даже сам попробую наверное обратить внимание но сейчас переходим непосредственно на календарь и смотрим какие события у нас будут сегодня то есть не сегодня а будут на этой неделе на что обратить внимание ну что можно сказать по понедельнику ну первое хочу сказать что здесь у нас ничего такого важного нету торговые балансы австралии в принципе спокойный день выступление представителя главы национального банка швейцарии джорджина вторник европейская сессия практически речь отчет и по евро то есть азиатской сессии по европейской сессии тоже практически начинается американская сессия здесь заказан товары длительного пользования не такие важные новости ну обязательно обращаем на топливо топливо немного поднялась но незначительно но мы видели что на давление на нефть уже есть обращаем внимание среду среда что у нас более интересное это решение о процентной ставке по канаде канада связано с нефтью неважно и запасы нефти минус один посмотрим что же будет что ожидают на четверг что у нас интересно это решение о процентной ставке по азии по японии ну ставка давно не менялась очень давно не менялась и практически больше ничего довольно нету таких сильных новостей можно вполне реально торговать на американской сессии это ввп здесь будет какая-то волатильность и европейская сессия это у нас пресс-конференция по кредитно-денежной политики и процентная ставка да вот довольно такой интересный день будет в четверг вот решение о процентной ставке но ставка 0 и минус 505 по депозитам и что можно сказать по концу недели по пятнице инфляция по еврозоне довольно вот эту пятницу будет такая серьезная волатильность и больше практически ничего нету что хочу сказать да будем обращать внимание на основные новости то есть переговоры как же заканчиваются переговоры по brexit 31 по моему стекает срок какому выводу придут тут будет довольно интересно это будет касаться а фунта который мы будем торговать ну и обращаем внимание на выборы все таки очень важно как будут подготовка к выборам осталось немного 3 ноября будет выборы но помочь как гадать мы не будем прогнозировать тоже будем смотреть как будет приближаться все и будем торговать итак резюме да действительно неделя такая по новостям мало новостей и поэтому торгуем также хочу сказать что после обзора который я провел есть ссылка на мой курс форосатад я приглашаю всем спасибо всем удачи удачи трейдов всем пока подписывайтесь на канал всем удачи